До конца года в стране намерены запустить эксперимент по внедрению алкозамков машины, чтобы пьяный водитель даже при большом желании сесть за руль не смог завести двигатель. Но сейчас приборы нужно стандартизировать. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак. Суть работы такого устройства проста. Прежде чем завести двигатель машины, водитель должен пройти проверку на трезвость с помощью алкотестера. Такой же используют в своей работе инспекторы ГИБДД. Прибор фиксирует показатели содержания спирта в выдыхаемом воздухе водителя и передает данные на приборную панель автомобиля. Проходит мгновенная синхронизация с бортовым компьютером. Если допустимые нормы спирта в организме превышены, машина с места тронуться не сможет. Пока неизвестно, примут ли такую инициативу на законодательном уровне. Слишком много тонкостей. Во-первых, дорого. Во-вторых, нужны аналитики по всей стране, которые бы считали количество автомобилистов, уже попадавших в поле зрения госавтоинспекции за управление машиной, в состоянии алкогольного опьянения. В-третьих, потребуются эксперты, которые бы принудительно устанавливали умные гаджеты. Да и без мониторинга общественного мнения вряд ли обойдется. Уже сейчас автомобилисты на форумах начали высказывать свое негодование.